Саня, давай, Саня, давай! Давай! Подаем! Давай, парни! Хорош! Все, Сань, как дела? Да пойдем! Ну что, не пришел сегодня на тренировку? Ну, как обычно! Сейчас тебя умотаю! Хороший! Водичка, да? Походу все классно Да Что, может вечером по пивку? Да не знаю, вечером планы так-то всякие Да ладно, Сань, давай отдохнем Не знаю, посмотрим Давай, сделаем маленький шаг в сторону того, как в Китае классифицируют и понимают чай У нас сложилась простая мысль Если Если Настой в твоей кружке Светлого цвета То, наверное, это зеленый чай Если чай в кружке Темно-бордовый Насыщенный То это черный Но Это ошибочный способ классификации Тренировка 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 Был В Китае группируют чай, исходя из трех главных характеристик. Первая – это способ обработки чайного листа. Вторая – это место его произрастания. И третья – не самая важная, не самая частая – это ботаническая разновидность куста. Именно исходя из этих трех ключевых характеристик, чай разделяют на целых семь групп. Да, не две группы – черный и зеленый, а целых семь. И чтобы не превращать наше общение в длинную и скучную лекцию, я сейчас перечислю все семь групп с очень маленькой характеристикой. Да, рубилась у нас очень яркий вкус, особенно для тех, кто пьет чай в первый раз. В Китае этот чай немножко посербывает. Вот так. Чтобы чай перемешался с кислородом и вкус чая становился более понятным и выраженным на языке. Белый чай. Он так называется, потому что проходит минимальную термическую обработку. Желтый чай. Как правило, самый дорогостоящий и редкий, из-за очень трепетного и трудозатратного производства, а также очень ограниченного количества сырья для этого чая. На что похожий вкус? Ну как? Мед, каретин, мяда. Зеленый чай. Его главная особенность в том, что его нужно пить максимально свежим, то есть через 2-3 месяца после сбора. А при длительном хранении он каждый месяц начинает терять во вкусе и аромате. Поэтому на больших производствах и складах используют морозильные камеры для хранения свежего зеленого чая. Так он сохраняет свой вкус и аромат. Улуны. Эта группа объединяет в себе сотни непохожих друг на друга сортов. А его название – это отражение формы скрученного листа. И в переводе с китайского улун – это черный дракон. Именно на это похож скрученный темный лист какого-нибудь уишанского улуна. Я не могу сказать. Так, ну, бед, бед. Да, ну, вот именно. Без сахара пейте. Да, обычно, чтобы понять, как чай его без сахара. Потому что если пить сахара, ничего кроме сахара во вкусе не останется. На вкусе или во рту? И во рту тоже. Красный чай. Этот вкус с детства знаком каждому из нас, потому что именно сорта китайского красного чая вывезли из Китая в Индию, культивировали там. И благодаря купцам индийским и английским он разошелся по всему миру, и поэтому мы знаем этот вкус. Пуэр – вообще изначально это название юнаньского городка, в который съезжались торговцы со всего Китая, со всего юга Китая, и продавали там чай. Теперь же таким одноименным названием пуэр называют целую группу юнаньских сортов чая. Чего не понимаешь, ты не понимаешь, ты не понимаешь, я не понимаю, почему ты не понимаешь. Да, конечно. Мне нравится? Да. Пока. Черный чай. Китайский черный чай никак не связан с тем, что мы привыкли называть черным. Он делается из крупных листьев, его производство похоже на производство черного пуэра, и первые кирпичи черного чая начали делать уже в 40-х годах в Китае. А чуть позже партии этих кирпичей отправились даже в Советский Союз. Как видишь, чай – это не просто что-то черное, что-то зеленое, это максимальное разнообразие групп, сортов и вкусов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...